Дорогие друзья и подруги! Для ответов на многочисленные вопросы, которые присылают нам наши слушатели, мы запустили новый проект, который назвали «Самовар. Открытые уроки Русской Школы Русского Языка». Это живое общение с авторами уроков Русской Школы Русского Языка во время онлайн-трансляции на YouTube-канале по закрытой подписке. У всех участников есть возможность задать свои вопросы как в прямом эфире, так и прислав их заранее в комментариях к нашим роликам. У нас так много всего интересного! Много интересного в нашей истории, в нашей географии, в нашем народонаселении, в нашем языкознании. В общем, ждём вас, дорогие гости, на наших самоварах. Для участия желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке под этим роликом. А тем временем, давайте начнём наш очередной урок. Здравствуйте, Важичи и Важи! Здравствуйте, уважаемые друзья! В прошлом нашем тридцать третьем уроке мы начали было дело говорить о Великой Русской реке, о Днепре. Но нам пришлось остановиться и поговорить о разных-разных обстоятельствах, связанных с этой рекой. И мы там говорили, говорили, наговорили много всякого, но всё-таки многого так и не досказали. Руки не дошли. А можно сказать и так, что в прошлом, тридцать третьем уроке, язык до Киева нас так и не довёл. Однако на этот раз давайте-ка сразу Быка за Рога. С самого начала нашего тридцать четвёртого урока я хочу сказать вам, уважаемые друзья, одну, можно сказать, довольно страшную вещь. В древности изначально всякая река называлась рекой только со стороны низкого берега. А со стороны берега Высокого она же называлась Морем. И это по-русски. Таким образом, по-другому сказать, изначально Морем называлась Вода Реки со стороны её Высокого Берега. То есть Река и Море – это есть один и тот же поток воды, но разные его стороны. А название всякого большого потока воды – Река – в языке закрепилось потому, что люди изначально жили, как правило, только на низких берегах всех рек. Но надо сказать, что названия разных сторон потока воды – Река и Море – появились тогда, когда люди стали жить не только на её низком берегу, но и на её берегу Противоположном – Высоком. И ещё надо добавить, повторю, что слова Река и Море – есть слова Русские, и они есть слова одного извода. Слово Река, конечно, есть сокращение более длинного слова. С словом Река в одном изводе состоят слова Ручей, Рыба, Ромб и Ринутца. Ко всем этим Водным словам имеют отношение и другие водные слова Регата и Рейд. А ещё со словом Река в одном изводе состоит название города Рига. Рига – старое местное название реки Западная Двина, в её нижнем течении, которое сейчас в Латвии называется Доугава. Кстати… Да, Ригой по-старому ещё называется Острая Крыша дома с крутыми скатами, в которой было много оконных храм со стёклами. Такая крыша была парником и хорошо грела дом. В ней можно было сушить бельё или сено. Слово Рига имеет отношение к словам Верх, Вершаль, Вершина, Свержение и Свергать. Из-за обилия стёкол на крышах оно имеет отношение к словам Зеркало и Сверкать. Ну, кажется, что никакой связи между Рекой и Крышей дома нет. Кроме того, разве что и Река, и Стёкла блестят. Но связь есть. И это их связь в Ясне. Именно Ясна выявляет такие связи. И только она знает, почему особенным образом связанные между собой вещи имеют разные названия, но состоящие в одном изводе. Однако не будем пока много говорить о Ясне и двинемся дальше. И вот вам уважаемые друзья, вторая страшная вещь. Исходно, противоположное отселение людей берег любой реки назывался Остров. То есть люди, живущие в поселении на низком берегу реки, противоположный берег, высокий он или низкий, всё равно называли Остров. И это тоже по-русски. Со временем, когда люди стали селиться на низком берегу реки только так, чтобы противоположный берег был обязательно высоким, Островом стали называть только противоположный и обязательно высокий берег. Да, сейчас мы Островом называем часть или частичку Суши со всех сторон, окружённую Омываемой Водой. Но исходно, повторю ещё раз, Островом называли весь противоположный берег. А Сушу со всех сторон Омываемой Водой называли Замкнутый Остров или Отдельный Остров. То есть для Острова со всех сторон Омываемого Водами обязательно нужны какие-то дополнительные слова, определения. Нельзя было его назвать просто Островом. Нужно было говорить, что это есть, например, Отдельный Остров или Завзятый Остров. Получается так, что противоположный высокий берег реки называется Остров. Отток воды со стороны Острова называется Море. И ещё получается так, что любой Остров всегда находится на море или лежит на море. И ещё, ещё, ещё. Получается так, что если человек перешёл через реку с её низкого берега на Берег Высокий, то он, можно по-другому сказать, перешёл с низкого берега на Остров. И перейдя на Остров, человек оказался за морем. Он ушёл за море. Вот так, уважаемые друзья. По исходным понятиям тот, кто из села ушёл на тот берег, тот ушёл за море. И всё, что находится на том высоком берегу, на Острове – всё заморское. И земли, и страны, и люди, и их порядки. Но давайте-ка об этом не сейчас, об этом немного позже. Сейчас следующее неожиданное сообщение. Исходно берегом назывался только сам крутой спуск к воде, а самый низ которого бьются волны моря. Или по-другому сказать, так назывался только сам крутой подъём от воды моря и до самого-самого-самого. А то, что находится на вершине всего этого подъёма и туда дальше, то считалось находящимся на берегу. То есть от воды вверх поднимается сам берег, а дальше от самого верха берега – это всё уже на берегу. Слово Берег родственно не очень русскому слову Берг в значении Гора или в значении Высота. Слово Берег есть сокращение его исходного вида. Впереди нет нескольких букв и нет некоторых знаков внутри слова. Слово Берег есть слово одного извода со словами Бережок, Беречь, Гора, Бугор, Оберегать, Обречение, Овраг и Буярак. Слово Берег имеет отношение к словам Река и Море. Оно имеет прямое отношение к слову Бриз, так называется ветер у морского берега. И к нему имеет отношение слова Бриг – вид Парусного Судня. Кстати, Человек Обречённый – это человек, которого понятной, ясной речью приговорили к чему-то нехорошему. Это человек, которому высказали какую-то речь, приговор, определившую его судьбу. И раньше бывало, Обречённый человек от осознания безысходности и безнадёжности своего положения прыгал с Высокого Берега в Пучину моря. А Буярак – это Склон Оврага. Как правило, у Оврагов Склоны Буяраки круто уходят вниз. Овраги – это какие-то Росступи Земли или Промоины от Маленьких Речек, впадающих в Большую Реку со стороны её Высокого Берега. Напротив, Промоина от Маленькой Речки, впадающей в Большую Реку, Реку. С её низкой стороны называется Балка. По-другому. Балка – это Осыпи, поросшие травами, кустами и небольшими деревцами, пологие встречные склоны, меж которых течёт Речка, впадающая в Большую Реку со стороны Низкого Берега. И всё это так, так и так. Но… Но Низкий Берег Реки Берегом не называется. Низкий Берег – это не Берег, а Поле. Это есть Поле, о котором я уже рассказывал в предыдущих Уроках о Реке. И так течёт Река. Один её Берег – Высокий, а другой – Низкий. Но говорили раньше не так. Говорили раньше так, что с одной стороны у неё Высокий Берег, а с другой – Пологое Поле. И слово Поле и Пологое, конечно же, есть слова одного из Вода. Воды Реки омывают край Поля, а Воды Моря бьются об Основании Берега. По-другому сказать. Со стороны Поля Река так и называется Река, а Крутой Берег спускается в Воды Моря. И можно сказать, что Река течёт между Берегом и Полем. Вот так вот, уважаемые друзья, Важичи и Важи. По-русски Берегом Реки называется только её Высокий Берег, а её Низкий Берег Берегом не называется. Он называется Поле. В древности люди считали, что Поле есть Светлая Сторона Реки или Сторона Дневная, а Берег – это есть Сторона Ночи, Ночная Сторона. Так считали потому, что Низкая Сторона Реки всем хорошо известна, на ней всё видно и всё понятно. Здесь все живут. А вот Высокий Берег, Остров, Море, Быстрое Течение – там всё неизвестно, опасно и темно. И на этой высокой тёмной стороне реки, на Острове, люди устраивали Кладбище. Здесь они хоронили усопших. Кладбище раньше всегда было на той, на другой стороне реки, всегда напротив Села. И Кладбище часто назывались Горкой, Зелёной Горкой, Островком или Островцом. И вот Вам, Важичи и Важи, ещё одно важное сообщение. По-старому, по-русски, Кладбище называется Шамбала. Шамбала. От слова Шамбала происходит латинское слово Символ. Дело в том, что всякое Кладбище Шамбала было Собранием Символов Родов. И Кладбище Шамбала для Села, конечно, есть место Сакральное, Священное. Слово Шамбала буквально означает Знаки. Не Знак, а именно Знаки. Потому что один Знак по-другому, по-русски, называется Шамбал. Усопшего или Усопшую перевозили с собой с особой пристани со стороны Села, которая называлась Шабаловка, на тот берег. И поднимали его или её на Горку, на Шамбалу. Здесь его или её и хранили. И на Гробовом Камне как-нибудь писали или изображали Родовой Знак – Шамбал. Подробнее о Шамбале и Шабаловке не сегодня. Будет у нас на них ещё время, там, впереди. Сейчас же скажу только, что слово Шамбала имеет прямое отношение к словам Эстамп, Штамп, Штемпель, Постамент, Штабель и к названию села Останкино и к названию города Стамбул. И немного ещё добавлю. Слова Смерть, Мор и Умирать – все одного извода со словом Море. Но на острове не только кладбище устраивали, не только хоронили усопших. Ещё на берегу, на острове, люди строили Крепость, которая с высоты берега оберегала село, лежащее внизу за рекой. Отсюда и село просматривалось, и река простреливалась. Крепость могла не пропустить вражеские корабли дальше по реке, могла не пропустить их к себе в тыл. По-другому, Крепость называется Острог. И слова Острог и Остров есть, конечно, слова одного извода. Позже Крепости потеряли своё военное значение и их стали использовать в качестве тюрем. А ещё позже, во временах христианизации, эти старинные постройки стали использоваться как монастыри. И в монастырях уже жили и монахи, и те, кто был осуждён в селе за какие-то проступки. Преступников доставляли сюда каким-нибудь принуждением для исправления. Кстати, здесь нужно маленькое отступление минуты на три. Есть одно, связанное с разными берегами, призанятные обстоятельства. Если смотреть из села на противоположный высокий берег реки, то можно видеть и сам высокий берег, и его отражение на поверхности моря. Причём… Впрямую он виден как нормальный остров, а в отражении он будет виден перевёрнутым. Остров в море отражается верх ногами или верх дном. Отсюда происходят все выражения, шутки, прибаутки о том, что на том берегу все ходят на головах. И всё у тамошних людей вверх дном. Всё у них вверх тормашками. Всё у них там наоборот, всё ходит ходуном. Правда, это всё так, только если смотреть на спокойное зеркало морских вод. То есть с точки зрения людей, живущих на низкой стороне реки, на том берегу, на острове, за морем, есть и то, что стоит прямо, как следует, и есть то, что стоит там перевёрнутым, обращённым. Есть там люди, которые ходят на ногах, как положено, и есть там люди обращённые – те, кто ходят на головах. А вот низкий берег, если смотреть на него с берега Высокого, в воде не отражается. Он вообще в ней не виден. В реке видны только самые близко растущие к воде деревья и кусты, отражённое небо и облака на нём. На низкой стороне реки, в селе, всегда всё здорово и всё по-правильному. Поэтому жители села, человека, который сделал что-то нехорошее, дурное, что-то сделал не так, как положено, как человека в Душе, перевернувшегося или обращённого, отправляли на тот берег. Ну, если у кого не получается жить по-человечески, пусть там, на острове, на голове ходит, пока не образумится. Там ему и место. Человек, который переправился через реку с поля на берег, переправился со света во тьму. Человек, отправленный на тот берег в монастырь, считался временно умершим, и он был временно как бы похороненным в монастыре. Русское слово Тьма есть слово одного извода со словами Тень, Тина, Тетива, Тянуть, Тинета и Паутина. Тинета – это другое название сетей и паутины. А Паук в древности был символом смерти. И русское слово Тьма есть слово одного извода с нерусским словом Танатос. Танатос – это олицетворение смерти, это имя Бога смерти. Этот Бог есть брат-близнец, Бога сна и сновидений Гипноса. Родили этих братьев-близнецов Иреп, Бог вечного подводного мрака, Инюкта, Богиня ночной темноты. Отбыв своё наказание, временно умерший оживал и возвращался в село. Здесь, в сельской церкви, он получал прощение и только после этого шёл к себе домой и к родственникам, и к друзьям. Слово Остров исходно записывалось Хеоус Фита Хероун. Примерно так. Потому что и эта запись есть некоторое сокращение. Читалось оно как Остероув или Остероун. Соединительная буква Фита читалась как буква Тэ, а в конце слова стоит буква Ижица, которая читалась либо как Вэ, либо как буква Эн. Со словом Остров в одном изводе состоят слова Сторона, Страна, Простор, Простереть и Оз Страна или Страна Оз. Или, как говорит Ясно, все они с одной полки. Если букву Р записать как ЛЛО, то Хеоус Фита Хероун можно записать как Хеоус Фита ХЕЛЛАНД, а читается оно либо как ИЗИЛАНД, либо как ИЖИЛАНД, либо как ЙЕЛАНД. От этих слов происходят русские слова ЗЛО, ИЗОЛИРОВАТЬ, ИЗОЛЯТР и разные нерусские слова в значении Остров – АЙЛАНД, ИСЛА, ИСЛА, ИСОЛА, ИНСЕЛЬ и ИЛЬ. И ещё от них происходит название Островой Страны – ЗЕЛАНДИЯ. Вообще всякий ЛАНД – это на высоком берегу. Нерусским словом ЛАНД называется Земля-Территория на Острове, то есть на той стороне реки. Со словом ЛАНД связаны слова ЛЕЖАТЬ и ЛАГЕРЬ. Но это всё так у них там, в той Европе, за Дунаем. А у нас слово Хеоус Фита Хероун может читаться как ИЖОРА. Отсюда происходит название реки Иш, название народа Ижора и название города ИЖЕВСК. Ещё это слово может читаться как УГОРА или АнГОРА. Отсюда происходят слова УГРЫ, УГОРСКИЕ Народы, отсюда происходит название города УГЛИЧ и отсюда происходит название Страны ВЕНГРИЯ. … Ангора или Угора – так раньше назывались левые берега всех Рек Верхней России. … Наконец, это слово может читаться и так, ну и так оно и читалось, как Ангерман, от которого происходит название Ангерманландия или Ингерманландия – так раньше назывались земли северной стороны Верхнего Течения Реки Волги. То есть, так назывались земли её Левого Берега. … Для тех, кто любит копаться в буквах, скажу, очень многое зависит от того, как читать группу букв КСИ, ФИТА и ХА перечёркнутое. Раньше была возможность эту группу букв читать по-разному, но всегда по правилам. … А для тех, кому непременно нужны доказательства и доказательства, скажу ещё раз… Открытых лекций по языку и по устройству языка мы ни для кого не читаем. Фины, Угорцы, Ижора, Мурама, Коми, Пермики и все финно-угорские народы – это не какие-то другие люди, не какая-то другая раса людей, а только люди, живущие на левых берегах рек. Они от Славян отличались только тем, что жили на другой стороне реки и говорили на другом языке. Но… Язык их и язык Славян имеют друг к другу самое непосредственное отношение. Эти языки имеют общее, единое происхождение. … Сейчас в Науке принято, что люди, говорящие на разных языках, есть разные народы. В Науке принято, что со стороны реки и поля живут Поляне, они один народ, а люди, живущие со стороны моря, на лесистом берегу – Древляне, они народ какой-то там другой. Считается, что разные народы, живущие на разных сторонах рек, друг напротив друга, друг с другом обязательно враждовали, при случае друг друга всячески обижали и притесняли, отнимали друг у друга и земли и урожаи. Ну, вообще-то, не без того, конечно, но для того, чтобы друг друга обижать и притеснять, не обязательно быть разными народами. По-русски Поля по-другому называется Житница. Человек Поля Житницу возделывал, ухаживал за ней, пахал её, поливал её и выращивал на ней пшеницу или рожь. Со словом Житница в одном изводе состоят слова ЖАТЬ, ЖАТВО, ЗЕРНО, ЖИТО, ЖИЗНЬ и ЖИТЬ. Или, как говорит Ясно, все эти слова стоят на одной полке. С ними ещё связаны слова РОЖДАТЬ, РОЖАТЬ и УРОЖАЙ. Не совсем по-русски, по-гречески Поля называется АТАНАЦИОС, что означает НЕ СМЕРТНЫЙ, НЕ УМИРАЮЩИЙ. Приставка А есть приставка, которая даёт обратный смысл определяемому исходному слову. А слово ТАНАТОС есть СМЕРТЬ. Поле есть ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. Всё кругом может сгореть, выгореть дотла. И Поле может тоже сгореть. Но на следующий год, весной, оно опять зелено и опять живо. И Поле давало раньше и даёт сейчас ЖИЗНЬ Человеку. Раньше говорили – Хлеб всему голова. Слово АТАНАЦИОС есть упрощение слова АЛЬТАНАЦИОС. И оно по-другому может быть записано, как АПАНАСИОС. От слова АПАНАСИОС происходит имя Афанасий. Значение имени Афанасий – БЕССМЕРТНЫЙ, НЕУМИРАЮЩИЙ. А ТЬМА и СМЕРТЬ – ОНИ НА ТОМ БЕРЕГУ, ЗА РЕКОЙ. Ещё раз скажу, повторю – низкая сторона реки считалась стороной дневной, светлой – стороной света, а её высокая сторона считалась стороной ночной, тёмной – считалась стороной тьмы. Греция в те стародавние времена пораскинулась по всей Руси от самого Чёрного моря до самого Моря Белого на далёком Севере. Поэтому греческий язык повсеместно был известен, и многие его знали. Высокий Ночной Берег Реки по-гречески назывался Берегом Нюкты или Никты. А Нюкта – это я уже недавно говорил – есть Ночь, или она есть Божество Ночной Темноты. От слов Нюкты и Ночь земли на Высоком Берегу можно назвать землёй Печёрской или Печёрами. Дело в том, что слово Ночь из-за того, что в некоторых случаях по определённым причинам буквы Н и П в русском языке могли друг друга заменять, могла писаться как Почь. Поэтому слово Ночевать и слово Почевать имеют одно и то же значение, и они есть слова одного извода. Кстати, слова Сон, Заснуть, Засыпать, Сопеть и Спать связаны точно также. Со словом Нюкта связано имя Богинни Победы Ники, и от слов Нюкта и Ночь происходит имя Никита. Человек, переправившийся через реку с низкой стороны на сторону Высокую, то есть с поля на берег, можно сказать, переправился со стороны Афанасия на сторону Никиты… Переправа с низкого на высокий берег часто является нелёгкой задачей, и для того, чтобы через реку всё-таки переправиться, нужно победить и реку, и себя. Кстати, в Библии, главной книге Христиан, в книге Первой Бытие, есть рассказ о Победе Патриарха Якова над Потоком Реки… Он переправил через Поток Пинуэль всю свою большую семью… А когда переправлялся сам, то долго всю ночь с этим Потоком сражался и, наконец, его одолел… А выйдя на тот берег, он как бы в награду получил от Бога новое имя – Израиль. И слово Израиль имеет прямое отношение к слову Ижора. … И ещё, кстати, у французского режиссёра Люка Бессона есть известный фильм «Никита». Это захватывающий фильм о женщине, которая, с одной стороны, как бы сидит в тюрьме, а с другой стороны, она является победительницей. По всему-по всему поэтому среди русских Былин есть сказ Былина о некоем Тверском купце Афанасии Никитине, который ходил в далёкое путешествие и который сам его описал. Былина называется «Хождение за три моря». Человек реку перешёл – он ушёл за море. Три реки перешёл – он ушёл за три моря. И так далее. Так можно много морей пройти. … Имя его Афанасий, потому что он шёл с низкой стороны – с дневной. А фамилия его или его дополнительное имя – Никитин, потому что пришёл он на высокую сторону реки, на сторону ночную. Причём, как только какую реку он перешёл, так сразу он попадал в другую языковую обстановку. Понятно, что люди, которые эту Былину составили и записали, очень хорошо знали, что делали. Умели составлять Былины, хорошо знали географию и знали языки. Сегодня осталось только сказать ещё немного о Полях да о Берегах. Обрывистый Берег имел ещё одно название. Ещё он назывался Марк. Или он назывался словами, близкими к этому. Все эти слова имеют отношение к слову Мрак. От слова Аль-Марк происходит слово Америка, то есть тот Берег называется Америка. И если человек переправлялся через реку с высокой стороны на низкую, то он переправлялся с Марка на Поле. Отсюда происходит имя ещё одного легендарного путешественника – Марка Пола. В науке принято, что итальянец из Венеции отправился в своё путешествие примерно в те же годы, что и Афанасий Никитин. И Марка Пола, как и Афанасий Никитин, описал своё путешествие. Свою книгу о дальних путешествиях он назвал «Книга о разнообразии мира». Конечно, и эту Былину написали очень грамотные по тем временам люди, люди, много где побывавшие и много чего повидавшие. И для того, чтобы написать такие книги, как «Хождение за три моря» и «Книга о разнообразии мира», нужно жить обязательно в какой-нибудь Лавре рядом с Большим Посадом. Ну и на сегодня, пожалуй, всё. Как-то не хочется, уважаемые друзья Важичи и Важи сегодня на этом останавливаться, хочется ещё и ещё рассказывать много всякого, но боюсь, что все рассказы только перепутаются друг с другом, и ни один из них не даст вам хорошего представления о том, что я хочу вам рассказать. К сожалению, сегодня у меня руки так и не дошли до Днепра. Опять не дошли. Но в следующем Уроке уже точно обязательно расскажу о Днепре и жизни на нём. Приходите, дорогие друзья, на открытые Уроки Русской Школы Русского Языка, на наши Самовары. Приходите те, кто хочет узнать больше, о чём мы здесь рассказываем. Для этого регистрируйтесь по ссылке. И пожалуйста, ставьте Лайки и комментируйте наши Уроки те, кто считает важным и полезным то, что мы делаем для вас. До свидания. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова